Друзья, всем привет на канале Просто Германия. У нас сегодня рубрика тур выходного дня в Германии. И так как мы живем в регионе Райнека, Райнека это регион пересечения трех земель Райнанфальц, Паденвюнтерберг и Хессен, то здесь очень много интересных мест и реки, и озера, и равнина, и горы Оденвальд, и Пфальц, так что посмотреть есть чего интересного. Сегодня мы отправляемся в город Ванхайм, и этот город очень интересен тем, что он имеет классный дворец, старый дворец, и в этом дворце находится сейчас городская мэрия и огромный классный парк, и парк за территорией этого дворца. То есть там есть чего посмотреть, и я сегодня приглашаю вас вот в это путешествие, так что вам вот этого хватит на целый день. Если вы приедете в Ванхайм, ну в Ванхайме есть много чего другого, но вот сегодня мы посмотрим только это. Мы отправляемся с железнодорожного вокзала, выглядит он вот так. На железнодорожном вокзале есть прекрасное транспортное сообщение во все уголки города. Просто смотрите на маршрут, какой автобус едет к Радхаусу. Или вот написано Альтштадт, Маркплац, тоже вам туда, и смотрите, какой автобус туда едет. Или Радхаус, или Шлосс, да. То есть смотрите на автобусе маршрут, какой автобус туда подъезжает. Там прямо есть туда подъезд на общественном транспорте. Но вот Шлосс-парк, да. Здесь вот эти указатели, они показывают вам направление движения, куда вам идти. Поэтому вы не заблудитесь. И я рекомендую, например, чтобы вы не на автобусе ехали, а просто прошлись пешком. Потому что когда вы совершаете пешую прогулку, вы больше видите и больше обращаете внимание на какие-то интересные мелочи. Сразу возле вокзала есть, понятно, кебаб и вот такое айс-кафе в Анине. Оно знаменитое. То есть здесь, например, в Вормсе у нас тоже есть такое кафе в Анине. И оно очень популярно. Там, по-моему, около 50-60 сортов разного мороженого. И если вы как бы любите, то, конечно же, возьмите один кружочек и с этим кружочком дальше двигайтесь к цели. По дороге к городской ратуши вас встретит вот такой памятник. Мемориал славы. Даже не славы, это я бы неправильно сказала. Мемориал памяти погибшим во Второй мировой войне. И на вот этих стеллах высечены имена погибших в этой войне. Ну, война это всегда бессмысленно. И с обоих сторон страдают люди. Это все понятно. Ну, то есть это память вот такой вот бессмысленной войне. Дальше двигаясь, вы видите вот такой прекрасный фонтан в стиле хай-тек. Так называю я. Не буду там смотреть, кто автор. В общем, здорово сделали. И там же есть уютное кафе, где вы можете перекусить. Вообще кафешек очень много. Далее вы двигаетесь вот к такому торговому центру. Огромный торговый центр, где вы можете набрать водички. Бесплатно. Источник питьевой воды. Стоит ринг Бруненвасса. Потому что водичка 2 евро, да, в кафешках стоит. Поэтому можно сэкономить. И поворачивая направо, вы движетесь по старой улице. Абштрасса называется. Это была раньше и сейчас главная торговая улица, на которой расположена масса всевозможных лавок со всевозможными прекрасными товарами, сувенирными лавками и кафешками. Ну и вас встретит еще по-друге вот такой памятник. Его недавно поставили. Это подарок городу от берлинской мастерицы. Ванхаймская всадница называется. Ну такой вот интересный памятник. Естественно, там есть рядышком кафе. Вот написано, кто подарил и в каком году. И это, в общем-то, от общества искусствоведов. То есть все подписано и можно все посмотреть. Ну памятник такой интересный и красочный. Дальше, двигаясь вот такими живописными улочками со старыми фахверковыми домами, вы, конечно, проникаетесь интересным ароматом этого города. То есть, двигаясь по главной улице, вы встретите много старых домов. И многие современные магазины, на них остались старые надписи. Вот, например, как вот этот. Это бывший магазин таких товаров, скажем так, инструментов для работы по дому. Ну а сейчас там магазин НКД. Ну вот это все убранство и вся красота, она сохранилась. И очень интересно это наблюдать. То есть раньше по этой улице находились хозяйственные лавки, но сейчас все сохранилось, только поменялось название магазинов. И опять-таки же, по всей длине этого маршрута вы встретите вот такие вот указатели, куда вам двигаться. То есть пешеходная зона направления к железнодорожному вокзалу, карта обязательно. И там всегда указано, где вы находитесь. Но это для тех, у кого, например, сел телефон, и вы совсем не ориентируетесь. И, в общем-то, вам надо как-то куда-то двигаться. Поэтому все здесь удобно. Также здесь же вы встретите на этой площади торговой старая ратуша с гербом Банхайма. Вот вверху. Сейчас это туристический центр. Ну то есть вы туда можете зайти, если он в рабочие часы, и взять информацию о городе, какие-то брошюрки, направления движений, и заказать там туристический маршрут с экскурсоводом. Также возле этой ратуши находится фонтан со статуей юстиции. Зеленое здание, только что я мельком показала, это старая аптека льва. И, пройдя немножко вверх от этой старой ратуши, вы попадаете прямо непосредственно к старому дворцу. И сейчас в этом дворце находится городской совет. Называется по-немецки Радхаус, кто не знает. Повторюсь, в принципе, немецкий у всех на разном уровне. Тут прям не сказать, что все профессионалы, но, тем не менее, мы боремся с немецким языком, мы его учим. И он, конечно, прекрасен, этот дворец. Интересно, что дворец строился там буквально, мне кажется, пять сотен лет, и у него поменялось множество владельцев. И он весь состоит из разных частей, построен в разных стилях. Там барокко, ренессанс. И эти стили все перемешаны, потому что каждый владелец что-то достраивал, что-то перестраивал, что-то убирал. Есть вот такие вот две, три таблички на стене, где вам расскажут о истории этого замка. Ну, я так, вкратце, да, в 1837 году фамилия Берхайм покупает этот замок, и они его там, конечно, расстраивают, делают огромный парк. Они были меценатами города Ванхайма, очень много сделали в городе для его благоустройства. А в 1938 году этот дворец перешел в собственность города, и там разместили ратушу и все службы, которые работают в городе. То есть все вот эти здания, они сейчас принадлежат городу, так же, как и сам парк и парковая территория зоопарка. Все это город обслуживает и содержит в идеальном состоянии. Ну, все, конечно, осталось. То есть, благодаря тому, что город взял свои руки, этот памятник архитектуры сохраняется и выглядит очень великолепно. Часто возле этого замка проводят город свои какие-то мероприятия. Там прям целый год что-то всегда проводится. Детские праздники, какие-то культурные фестивали и так далее. То есть, просто зайдите на сайт города и посмотрите. У них там целая огромная программа. И если вы хотите приехать и посетить этот город в тишине, то, конечно же, приезжайте, когда там нет праздников. Если вам хочется, чтобы там было много народа и музыки, то, конечно, смотрите, когда праздник. Ну, я бы рекомендовала без людей, потому что толпа людей, она немножко от нее быстро устаешь, да. Хочется немножко в покое. А если вы тем более с детьми, то, в общем-то, шансов что-то посмотреть не будет совершенно. Но я хочу сказать, что так как замок красивый и большой парк, то администрация города, естественно, позаботилась о том, чтобы это место было местом отдыха для семей с детьми. И, соответственно, на территории замкового парка, прямо за этим замком, большой, огромный парк. И там есть разные детские площадки, кафешки тоже. То есть, в принципе, если вы туда приехали с детьми, то вы и посмотрите замок, и насладитесь его красотами. И при этом детям будет где побегать, развлекаловки всякие, покушать мороженое. У стен этого замка с другой стороны, со стороны парка есть прекрасное кафе, так и называется Амшлос, ресторан Амшлос, по-моему, да. И там, в принципе, вы можете присесть и что-то перекусить. Поэтому вот такое вот путешествие, вам хватит его на целый день и полюбоваться самим городом и старой архитектурой, и при этом развлечь ребенка. Также, когда вы будете направляться к этому замку, у вас на пути встретится музей. если есть время посидеть, и там прям вся история города расписана в старых фотографиях. И вот такой вот костел Святого Лаврентия. Тоже прекрасно построен. Естественно, что строила его эта семья Бергман, потому что они были такими большими меценатами, у них были большие финансовые возможности. но вернемся опять к замку. Территория замка достаточно большая и большой, большой, огромный этот парк. Есть несколько входов в парк со стороны старой площади, ну, вот эта торговая площадь или со стороны обычной проезжей дороги, где вы можете, в общем-то, где-то запарковать машину. Но опять-таки, с парковкой там всегда, в таких местах всегда проблем посмотрите, все запаркованное. Поэтому я как бы рекомендую конечно же где-то запарковать машину, все-таки пройтись погулять по городу, чтобы увидеть саму красоту города. На машине вы столько не увидите, потому что в городе много красивых таких старых домов в стиле фахферка уже более новые и у них интересная архитектура, потому что современные дома, да, это обычные коробки. И то, что сейчас еще вот в этих городах сохраняется, это, конечно, такая изюминка, изюминка и атмосфера старых немецких городов, она на сегодняшний день потихонечку исчезает и стирается. Современные дома, они далеки от каких-то архитектурных изысков. Никто сейчас не строит вот такого, да, редко-редко кто-то заморачивается. Вот так выглядит этот дворец со стороны дороги, проезжей части, где останавливается транспорт общественный. Ну, и эта часть дворца уже вид со стороны парка. И у подножья, да, внизу, там вот кафешка, я не снимала, там очень много людей, поэтому, ну, чтобы не напрягать людей, никому не нравится, когда их снимают, тем более в Германии. На территории парка есть много всяких скульптур, различные тематики, каждая скульптура имеет свой какой-то символ или подарок. Есть огромный пруд с розами, вот этими лотосом, да, они как раз цвели в это время, когда мы были, это июль-август, и как раз возле этого пруда есть небольшое кафешка, есть небольшая кафешка и есть небольшой такой птичий можно зоопарк, да, так назвать, там уголок птиц, они находятся в клетках, в вольерах, их можно посмотреть, там попугайчики, они там занимаются своими делами, для детей такая развлекуха, ну, и там же получается небольшое кафе, где вы можете вот на берегу этого озера присесть, выпить кофе, съесть какой-то маффин и передохнуть, ну, и в центре этого озера есть небольшая статуя, ну, красиво, живописно и тенистые деревья, такая себе романтика и тишина, красота, то есть вы можете найти и спокойные уголоки, более людные и также много территорий для детей, то есть дети могут там везде двигаться, передвигаться, бегать по лужайкам, это не запрещено, вот, кстати, этот птичий вольер, каждая птичка с фотографией, с именем написана, когда она здесь начала жить и там ее история, ну, еще раз повторюсь, что здесь же есть кафе возле этих вольеров и вы можете присесть на стульчике, выпить кофе и послушать чириканье побугаев, может, они там даже чего-то говорят, мы не услышали, ну, вдруг там где-то что-то они могут и сказать, ну, конечно же, куда же без городских мероприятий, в этом парке город проводит много мероприятий, и одним из них в этот раз было какое-то выступление ванхаймского оркестра, я не знаю, к чему там это было приурочено, ну, прямо на лужаке был организован такой музыкальный выход духового оркестра, они исполняли какие-то марши, да, и там даже были зрители, вот, пожалуйста, вам немножко этой музыки. «Музыка» Ну, конечно же, огромные большие поляны, где люди проводят семейный досуг, вы можете туда принести подстилку, стул, какой-то перекус и сделать такой себе пикник, ну, грилить, конечно, там запрещено, но просто сесть на подстилочке со своими любимыми домочадцами выполнить, можете, там также разрешен выгол собак, то есть собаки там тоже бегают, но, естественно, за своими собаками нужно все убирать. Везде есть вот эти пакетики, да, вы можете взять их убрать. Также на территории парка есть мавзолей, усыпальница последних владельцев замка Беркмана, семьи Беркман, да, вот так он выглядит, он сохранен, естественно, входа туда нет, потому что, ну, почему? вандализм, да, люди портят, ломают, пишут, надписи какие-то делают, поэтому там все закрыто. Красивое сооружение, то есть я сначала подумала, что это какая-то маленькая церквушка, там есть надпись рядышком, и написано, что это усыпальница графов Беркмана, последних, кто здесь жил. Об этом свидетельствует вот такая вот памятная надпись, да, здесь написано, кто здесь лежит в этой усыпальнице, подробная информация, и можно посмотреть, когда жизни, и когда они жили, и когда они здесь были погребены. Ну, красиво выглядит все, вот смотрите, прекрасное архитектурное сооружение, не пожалели денег на свое, на свою гробницу, можно так сказать, да, ну, и также на территории парка есть много других памятников, много культурных деятелей, как-то связаны с этим парком, с этим дворцом, потому что семья Беркман, она, в принципе, много жертвовала денег на всякие культурные мероприятия, например, вот этот стол Бальзака, потому что Бальзак своей книги упомянул об этом замке, ну, и вообще, если вы обратили внимание, там возле этого стола, стола Бальзака, там была такая небольшая надпись с красным петухом, это вот такая очередная тропа, трасса, которую можно посетить здесь, в Ванхайме, просто отсканировал QR-код, и вы совершите такую двухчасовую прогулку по городу с интересными местами, достопримечательностями, там прям такое классное живое приложение, то есть рекомендую его сделать, если у вас есть достаточно времени, ну, и если вы вышли, то есть, как бы, если вам недостаточно того, что увидели, на территории парка есть еще детские площадки, там их, по-моему, три или четыре я насчитала, ну, а если вы чуть-чуть пройдете за ограждение этого парка, там есть огромный экзотический парк Ванхайм, он был высажен еще тоже семьей Бергман, и там огромное количество каких-то необычных деревьев, мы называем экзотическими, да, и есть прям указатели, куда вам пройти, сколько метров, какие высажены там деревья, там гинкабелума, такие-сякие, и даже есть такая новинка, они там прям на табличке поставили отдельное такое вот виртуальное путешествие, тоже нужно загрузить QR-код и загрузить приложение, и вы с детьми можете исследовать вот этот экзотический парк, прямо оно такое интерактивное, и на немецком языке вам будут рассказывать, что там через 400 метров такая-то остановка, здесь вы например увидите какие-то там ели, да, гималайские, с этой стороны гинкабелума, здесь еще что-то, тоже там около 3 километров вот такой вот дороги живописной в тенистых аллеях и с таким вот исследователем, то есть если у вас дети 15-13-10 лет, им это интересно, вы можете вот с этим приложением тоже сделать вот такую вот исследовательскую прогулку, то есть этот вот такой тур выходного дня, он подойдет и одиноким, и для молодых пар, и для пар с семьями, подростками и детьми. Меня немножко удивил вот такой вот источник, я не знаю, то есть там не было никакой таблички, что это за источник, питьевая вода, не питьевая, ничего не было написано, но вот он интересно так выполнен в форме дерева, столба дерева, ну обычно такие памятники ставят, если где-то что-то, кто-то умер, да, но здесь никакой таблички не было, просто был небольшой стол для отдыха, и вот такой вот источник, ну я не знаю, скорее всего, что вода не питьевая, потому что не было никаких указателей, ну ручки помыть вы там можете, вот такая вот тоже интересная достопримечательность, в общем, вот такое вот путешествие, достаточно интересное и живописное, ну и если это видео было вам интересным, полезным, и вы тоже захотите совершить это путешествие, это была классная для вас идея, то поставьте лайк, колокольчик, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о Германии, о жизни в ней простым языком и доступным, и для тех, кто еще здесь интегрируется и ему нужны какие-то простые такие советы и опыт людей, которые здесь живут уже какое-то время, я напоминаю, что на канале Просто Германия много полезной информации о жизни в Германии, просто смотрите плейлисты и находите для себя что-то интересное, ну а я вам желаю хорошего настроения, будьте здоровы, пока-пока. Пока-пока.